Добрые рецепты! Это очень вкусно! Советую попробовать! Для приготовления капустных шницелей понадобится совсем немного ингредиентов. Маленькая капустка, именно небольшая, чтобы ее удобно было нарезать и жарить. Масло для жарки. У меня в данном случае оливковое масло и берика. Только обязательно берите именно для жарки, а не экстра-верджин. Мука. Панировочные сухари. У меня уже готовые сухари, смешанные с паприкой, петрушечкой и кунжутом. Вы можете приготовить сухари самостоятельно, просто подсушить хлебушек в духовке и измельчить его в ступке или в кофемолке или в блендере. Только не совсем мелко, чтобы именно крошки остались. И можно туда также подмешать паприку, петрушку и кунжут. Также понадобится горячая вода, соль и перец по вкусу. Ну и все. В этом рецепте главная хитрость в том, чтобы правильно порезать капусту. Вот кочерыжка. Обязательно кусочек кочерыжки должен присутствовать на каждом куске капусты. Иначе листья капусты просто развалятся и никакой шницели не получится. Разрезаем сначала напополам, именно посреди кочерыжки. Вот так. Теперь каждую половину разрезаем еще пополам, тоже посреди кочерыжки. Вот так. Каждую четвертинку капусты разрезаем еще пополам, ровно посредине вот этого уголка. Вот. Ну и если позволяет размер вот этой кочерыжки, то можно разрезать еще мельче. Еще на две части. Вот теперь из этих частей можно готовить капустные шницели. Теперь готовим кляр. Муку смешиваем с солью, перемешиваем и добавляем горячую воду. Нам нужен густой кляр. И вот хорошенько его вымешиваем. Теперь в этот кляр окунаем наши кусочки капусты. Обмазываем их кляром. И обваливаем в панировочных сухарях. В разогретую сковородку наливаем масло. Разогреваем масло и выкладываем капустные шницели в сковородку. Обжариваем шницели с обеих сторон примерно 2 минуты. Сначала с одной стороны, потом с другой. Переворачиваем на другую сторону. Капустные шницели готовы. Подаем их с рисом, зеленью и кукурузкой. Или еще с чем-нибудь. Получается полноценный сытный обед. Я желаю вам приятного аппетита и всего самого лучшего. Ставьте пальчики вверх, если вам понравился этот рецепт. Ну и оставляйте комментарии. Ну вот на сегодня все. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok